Привет, с вами снова Владимир. Реальная стройка. Сейчас на улице прохладно и большие объекты по стяжке мы берем даже внутри помещения. Вот здесь квартирка 100 квадратов. Я хотел вам рассказать про наш косяк-не-косяк, проблему-не-проблему. Вот мы пришли на стройку в самом центре и там на стройку очень дорого за город стоя. Вот так выглядели плиты, не имели никакой стяжки. Плюс, когда заделали уши плит, здесь просто засыпано песком и сверху маленькая стяжка. Хозяна мы предупредили, что может протечь вниз, что надо наплавить гидроизоляцию. Ну, наплавиться, смонтировать. Но решили обойтись без нее. Для этого видимые трещины, то есть стыки между плит. Мы праймером прошлись. Также на праймером прошлись все вот эти вот привыкания стен. И даже праймером каждый просверленный саморез, мы же их работали на креплениях кремера. Под самый дюбель, под каждые мы, прогидроизолировали. Но в тех местах, где вы будете, покажи. Вот мы праймером прошлись, но видите маленькая трещинка, вот она. Поэтому мы, давайте, сейчас не буду показывать, понятное дело. Брали мастипу и проходили еще одни полы. Причем мастипу цели хорошую, довольно таки дорогую. Проходили одни полы. Так мы сделали во всех комнатах, где сортепники смонтировали теплые полы. Ну, пойдем покажу, как сделать вот в этой комнате. Вот в этой. И вот в этой. Там, где нам доступно было. Ну, вот видите, у вас где-то в квартире 104 квадрата, 40 квадратов теплого пола. Сортепники уже смонтировали под систему пленку и смонтировали, раскидали улитки. Это дело сортептен, которого вы в моих видео встречали. Плюс для того, чтобы из комнаты в комнату жгут этих теплых половых прокидывать, они пробивали дырку в пустоты плит, запускались в пустоты плит, поднимались в пустоты плит. Мы их предупредили, они все пропели, все стойки пропели. Пленкой все, хорошую пленку проклеили скотчем. Но все равно есть вот такие места, которые никак не загидроизолируешь. Мы хотели сначала пенить и мазать здесь гидроизоляцией, но потом решили все-таки попробовать лить. Ну и попробовали на свою голову. Здесь мы залили стяжку, все было нормально. Здесь залили стяжку. Кстати, стяжка от 1 до 12 сантиметров и в квартире и хозяин решил ничего под нее не постелать и так ее заливать. Так вот, здесь нормально, но когда мы стали заливать вот там, снизу прибежала организация, под низом организация. Прибежала и сказали, что мы их заливаем, что они нас прокуратуру дадут и прочее, прочее, прочее. Но, конечно, там не заливало, а буквально, ну не знаю, 200 грамм воды выступило. Повезло, что там подлог обстрелок, который просто пропустил воду. Ну и не шпаклевка, никаких желтых пятен, не грунтовка, не падение, ничего. То есть, короче, обошлись мирно. Приехал хозяин и мы приняли решение, что мы работу останавливаем. И вот дальше 15 метров стяжки взяли, а остальное будет заливаться полосухой стяжкой. Просто в центре ставить нагретатель, насыпать во дворе по минусу песок, цемент и все это подавать. Это будет очень трудная конфликтная ситуация. К чему все видео? А видео к тому, что работаете в новостройках. Ладно, работаете. Если даже где-то потечет, можно посмотреть, где есть отделка рыжней квартиры. Если вы работаете в фонде, в который уже отделаны и живут люди, не соглашайтесь ни на какие промазки щелей, ни на какие примыкания, ни на какие гидроизоляции обмазочные. Только пленку. Стерите пленку по праймеру. Ну, не наполняйте хотя бы, стерите. С нахлёсткой сделайте нормальные, проклеивайте их так же битумным или каким-то вам нравится праймером. Просверливайте, если вам надо, под саморезы. Проходите еще раз эти места толстым слоем гидроизоляции и только так заливайте. Потому что нам просто повезло, что внизу организация и что внизу обстромка. Если внизу был натяжной потолок или шпаклевка, сейчас мы пристроились на деньги. Хозяина мы хоть и предупреждали, но все равно в конечном итоге претензии могут наложиться и на нас. Сейчас все благополучно закончилось. То есть, делайте приличную гидроизоляцию, не доверяйте внешне невидимым дыркам, замазанным стыком плит и стен. Всегда добавляйте свою гидроизоляцию и только тогда введите на стяжку. Кстати, последнее, все скажут, ты жижу мешал. Мешал не жижу. Мешал такую полусухую, что заводался ровнять. По фигу. Вода все равно вниз или вверх выдавится, где-то соберется 200-300 грамм и они пойдут, попадут в пустоту плит и по уклону пойдут, то есть вот там попадут, а вытекут вот там. Понятно? Поэтому, ребята, полная гидроизоляция или не подпишись на эти темы, также договаривайтесь с сантехниками, что сначала они сделают гидроизоляцию, а потом уже будете вы монтировать полы. Кстати, вот даже за сантехниками, вот, даже за сантехниками, то что делали сантехники, а не мы, мы все, вот видите, все прогидроизолировали. Кстати, не забывайте грунтовать, хоть перед праймером, хоть перед нанесением отъявки. Всего, по-первых, новое крещение, настоящее миксерок, вот этот электроприбор 1400С, испытание провел. Вот я, Серёжа, прошу. Серёжа, вот ты мешал Интерсколом, Хитачи и электроприбором, разницу чувствуешь? Конечно. Ну, скажи, лучше, хуже, сам скажи. Ну, лучше. Ну, скажи, я тебя покупал или не тебе платил? Да нет, конечно. Короче, он 1400 свою выдаёт, а ещё он стоит до 4000 рублей в розницу. Хитачи стоит под червонец, Интерскол где-то 8-9. Короче, я к чему говорю? Я не знаю, там для персональных бригад может он умрёт через месяц, но на данный конкретный момент он, этот миксер, нормально работает. И вот этот вот сам вот, короче, как-то удачно подобран тот венчик, который в нём внутри, что он не выталкивается и не затягивается, находится в смеси в одной высоте. Кто замешал миксер, тот понимает. Специально, специально, это повесил конец видео. Кто-то хотите, пролистайте. Считайте рекламу, пролистайте. Я говорю, нормальный миксер за 4000 рублей. Всё. Спасибо.